Уважаемые коллеги, меня зовут Надежда Островерхова. Я из России, живу и работаю в старинном сибирском городе, городе Томск. В 1988 году я закончила Томский государственный университет по специальности генетика. И сначала работала в Институте медицинской генетики. С 2003 года я работаю в Томском государственном университете на старейшей кафедре, кафедре зоологии беспозвоночных. Помимо педагогической деятельности я занимаюсь научными исследованиями, связанными с изучением медоносной пчелы в Сибири. В 2018 году я защитила докторскую диссертацию, посвященную биологическим и генетическим аспектам медоносной пчелы в Сибири. Я представляю вашему вниманию доклад по теме «Темная лесная пчела в Сибири». И те исследования, о которых я буду рассказывать, проведены в Томском государственном университете совместно с коллегами научно-практического центра АПИС, кафедры зоологии беспозвоночных и Сибирского ботанического сада. Мне хочется познакомить аудиторию с некоторыми направлениями наших исследований и рассказать о наших достижениях. Как мы двигаемся в направлении от научных исследований к практике пчеловодства? Всё, что мы делаем, мы делаем при активном участии пчеловодов и специалистов-практиков. Цели наших исследований следующие. Первое. Поиск и комплексное исследование темной лесной пчелы на территории Сибири. Второе. Выявление биологических, генетических особенностей местных пчел. Третье. Сравнение пчел сибирских популяций с другими популяциями России и Европы. И, наконец, четвертое. Сохранение, распространение и преумножение сибирских линий темной лесной пчелы. Основными направлениями исследований являются оценка генетического разнообразия местных пчел, болезни пчел и племенная работа. Чтобы найти темно-лесную пчелу на территории Сибири, на самом первом этапе исследования нам нужно было охарактеризовать вообще тех пчел, которые обитают в Сибири. Считается, что медоносная пчела была завезена в Сибирь 235 лет назад. Это была темно-лесная пчела, которая хорошо адаптировалась к местному климату и растительным сообществам. Однако с конца XX века на территории Сибири отмечается активный завоз пчелиных семей южного происхождения, преимущественно карпатской пчелы. А в последние десятилетия активно завозятся коммерческие линии карники. К настоящему времени мы исследовали более 200 пасек и более 500 семей на территории Сибири. Создан банк ДНК и банк морфологических структур, включающий более 6000 образцов пчел, полученных с пасек сибирского региона. Мы использовали следующий подход. Первоначально определяли происхождение пчелиной семьи по материнской линии, для чего проводили анализ межгенного региона локуса цитохромоксидаза 1, цитохромоксидаза 2, митохидриальной ДНК. Затем мы выполняли морфометрический анализ рабочих особей семьи для определения соответствия пчел стандарту породы. Использовали три показателя крыла. Кубитальный индекс, гантельный индекс и дискоидальное смещение. Такой комплексный подход, а именно анализ метохидриальной ДНК и морфометрия, оказался высокоинформативным и позволил нам идентифицировать и выявить семьи темной лесной пчелы. Далее эти семьи темной лесной пчелы мы исследовали с использованием ДНК-маркеров ядерного генома. Анализировали комплекс микросателлидных локусов. Для сравнения использовались данные научных публикаций по генетическому разнообразию темной лесной пчелы других популяций России и Европы, а также подвидов южного происхождения, а именно карпанской пчелы и карники. Исследование медоносных пчел на территории Сибири показало сходную картину с другими территориями России и Европы, а именно высокий уровень гибридизации местных пчел с завозными коммерческими линиями пчел. Таким образом, в Сибири существуют те же самые проблемы пчеловодства, как и в других регионах и странах. Но вместе с тем на территории Сибири нам удалось выявить популяции темной лесной пчелы в Томской области, Красноярском крае и на Алтае. Например, в Красноярском крае существует длительно изолированная енисейская популяция, сохранившаяся у Старо-Верн. Интересная пасека расположена в окрестностях села Туруханск. Видимо, это одна из самых северных пасек, где обитает темная лесная пчела. В Томской области обнаружена обская популяция, семья которых характеризуются высокой медовой продуктивностью и зимостойкостью. Медовая продуктивность этих семей составляет от 120 до 190 кг валового меда на семью. Всего исследовано 17 пасек в 15 населенных пунктах. Морфометрическая молекулярно-генетическая характеристика этих семей показала их соответствие стандарту темно-лесной пчелы. Эти популяции представляют собой исходный материал для селекционно-племенной работы, для культивирования семей с целью сохранения уникального генофонда темно-лесной пчелы. Вместе с тем, темно-лесная пчела сибирских популяций имеют некоторые особенности, на которых я остановлюсь далее. Согласно морфометрическому анализу, большинство исследованных семей соответствовали стандарту темно-лесной пчелы, но значения отдельных признаков отклонялись от стандартных значений. Например, кубитальный индекс для некоторых семей, особенно с изолированных пасек, ниже значения принятого для пчел согласно европейскому и российскому стандартам. С одной стороны, отклонение от стандарта может быть следствием генетического дрейфа, как результат потери генетического разнообразия из-за изолированности пасек и ограниченного числа пчел. Но с другой стороны, отклонение от стандарта может быть результатом адаптации пчел к окружающей среде в более суровых климатических условиях. Анализ митохондриальной ДНК сибирских пчел показал, что есть сходство, но не полная идентичность с референс-последовательностями, представленными в международной базе данной генбанка. Было выявлено только два варианта локуса цитохромоксидаза 1, цитохромоксидаза 2. Это вариант P2Q и P3Q, которые представляют собой наиболее часто встречающиеся гоплотипы у темно-лесной пчелы европейских популяций. Вариант P2Q показал 99% идентичность с вариантами, описанными у пчел Нидерландов и Ирландии. Вариант P3Q показал 99% идентичность с вариантом, выявленным у пчел Шотландии и Ирландии. Различие между этими вариантами связано с двумя диленциями нуклеотида А у пчел сибирских популяций. Таким образом, варианты P2Q и P3Q, выявленные у пчел сибирских популяций, это новые варианты, не описанные ранее у пчел Апсмелифера-мелифера. Вместе с тем, высокое сходство установлено для пчел, обитающих в Сибири и на территории Северной Европы, то есть для пчел, обитающих в суровых природно-климатических условиях, что может свидетельствовать об адаптивной значимости этих вариантов метахондриальной ДНК. Использование анализа метахондриальной ДНК и морфометрии позволило нам идентифицировать семью темно-лесной пчелы, но этого недостаточно для эффективного сохранения и использования генетических ресурсов этого уникального подвида. Необходима тщательная оценка генетической изменчивости пчел, оценка роли генетических факторов формирования биологически адаптивно-значимых и хозяйственно-ценных признаков. Поиск молекулярных маркеров, потенциально значимых для оценки биологических и хозяйственно-ценных признаков, интересует многих исследователей. Однако в настоящее время генетические маркеры, ассоциированные с биологическими и хозяйственно-значимыми показателями медоносной пчелы, пока остаются слабо разработанными, и все лекции медоносной пчелы практически не используются. Для поиска экоспецифических, адаптивно- и хозяйственно-значимых вариантов ДНК-локусов мы использовали микроцитилитные локусы. Исследовано более 30 локусов. Цели исследования были следующие. Первое. Охарактеризовать вариабельность локусов и выделить наиболее полиморфные. Второе. Описать генетическое разнообразие пчел, отличающихся по интересующему нас признаку, ну, например, по устойчивости к болезни. И третий шаг. Внедрить в практику пчеловодства. Первоначально мы провели оценку генетического разнообразия медоносных пчел разных эволюционных линий и экотипов. С одной стороны, показано значительное сходство в спектре и частоте аллели для большинства изученных локусов для темно-лесной пчелы разных популяций Сибири. Красноярской, Томской и Алтайской. В качестве примера приведен локус АП-081. Но с другой стороны, сибирская выборка темной лесной пчелы четко дистанцирована от уральской выборки Абис Меллифера-Меллифера в пространстве главных координат. Выборки кластеризуются под географическому принципу. Восток – Сибирь, Запад – Урал. Также выборки четко кластеризуются в зависимости от их происхождения. Первая координата объясняет 78% суммарной изменчивости и дифференцирует выборки темной лесной пчелы выборки пчел М-линий от выборок пчел линии С. Поскольку для темной лесной пчелы выявлена значимость географического компонента в определении генетического разнообразия пчел, был проведен сравнительный анализ пчел Абис Меллифера-Меллифера разной географической локализации – сибирских, уральской и европейских популяций. Показаны различия в спектре и частоте аллели некоторых изученных локусов. Особый интерес представляет локус А008, для которого характерен географический градиент размера аллели – Сибирь, Урал и Европа. Самые длинные аллели преобладают у пчел сибирских популяций. Частота встречаемости этого аллеля более 90%. У уральских пчел описан промежуточный вариант. У пчел европейских популяций преобладает самый короткий аллель. Интересно, что у пчел Сибири этот аллель вообще не зарегистрирован. Следовательно, локус А008 и некоторые другие микросателлитные локусы представляют интерес как возможные диагностические маркеры, аллели которых дифференцируют различные экотипы Абис Меллифера-Меллифера. Полученные результаты подтверждают предположение о существовании сибирского экотипа темно-лесной пчелы. Среди исследованных микросателлитных локусов были выделены наиболее информативные ДНК-маркеры и разработана диагностическая панель молекулярных маркеров для дифференциации подвидов эволюционных линий М и С, также различных экотипов темно-лесной пчелы. Далее, эти полученные данные по вариабельности микросателлитных локусов мы использовали для поиска ДНК-маркеров продуктивности и устойчивости к болезням путем анализа ассоциации генетических маркеров с тестированным признаком. Первое исследование было направлено на оценку информативности ДНК-локусов в определении хозяйственно-ценных признаков. Мы исследовали микросателлитный локус MRGP3, кодирующий белки маточного молочка у медоносной пчелы. Этот маркер является одним из первых, для которого проведена оценка ассоциаций некоторых аллелий с продуктивностью маточного молочка у пчел бразильской популяции. И показана возможность использования этого маркера для отбора семей с высокой продуктивностью маточного молочка. Мы решили оценить информативность локуса MRGP3 как возможного ДНК-маркера для отбора семей по продуктивности маточного молочка, но в условиях Сибири. Сначала мы изучили вариабельность локуса у пчел различных эволюционных линий. Получили интересные данные. У темной лесной пчелы различных сибирских популяций преобладал аллель размером 529 нуклеотидов. Тогда как у пчел линии С, карпатских пчел и карники специфичными были другие аллели. Аллель 406 и 518. А аллель 529, специфичный для апсмелифера-мелифера, практически не регистрировался у пчел линии С. Эти данные по вариабельности локуса MRGP3 мы использовали, во-первых, при анализе семей темной лесной пчелы, отличающихся по медовой продуктивности, и, во-вторых, при анализе гибридных семей, отличающихся по продуктивности маточного молочка. Можно предположить, что аллель 529 является специфичным для темной лесной пчелы, возможно, имеет адаптивное значение для выживания пчел в словах Сибири, но гомозиготизация пчел по данному локусу негативно влияет на продуктивность семьи. Например, все пчелы в слабой семье имеют генотип 529-529. Следовательно, аллель 529, локус MRGP3, является положительным, возможно, даже необходимым для сибирских пчел, адаптированных к определенным природно-климатическим условиям, но недостаточным для формирования высоких хозяйственно значимых показателей семьи. Потеря генетического разнообразия неблагоприятно сказывается на продуктивности пчелиной семьи. Что касается гибридных семей, то продуктивность маточного молочка в обследованных семьях была ассоциирована с суммарной частотой аллелей 406 и 518, характерных для пчел линии С. При увеличении интрогрессии генов линии М наблюдалось снижение продуктивности семей. Таким образом, в отличие от африконизированных пчел, для пчел европейских подвидов не показана однозначная ассоциация аллелей локуса MRGP3 с продуктивностью маточного молочка. Локус MRGP3 является более информативным для дифференциации подвидов разных линий, чем ДНК-маркер, ассоциированный с хозяйственно-полезными признаками. Следовательно, результаты, полученные на одних территориях популяций, следует с осторожностью переносить на другие популяции географические регионы, особенно при проведении селекционной работы. Второе направление исследования было направлено на поиск ДНК-маркеров устойчивости к болезни. Но первоначально мы исследовали спектр паразитов и патогенов и распространение болезней медоносных пчел на пасеках Сибири. Установлено, что наиболее распространенными болезнями пчел на территории Сибири являются вараатоз, назематоз и грибковые инфекции. Тем не менее, эпизотологическая ситуация на пасеках Сибирского региона рассматривается как относительно стабильная. Случаи массовой гипели пчелиных семей в Сибири единичны. Мы преимущественно исследовали разные аспекты назематоза на пасеках Сибири. Прежде всего, паразиты назема цирана, который рассматривается как новый и опасный возбудитель медоносной пчелы. И на пасеках Сибири мы обнаружили два вида наземы. Назема апис и назема цирана. Наблюдается временной тренд представленности возбудителей. Интересно, что для значительного числа пчелиных семей характерна коинфекция. Поскольку назема цирана рассматривается новым паразитом европейской пчелы, то для нас было неожиданным обнаружение наземы цирана в большинстве исследованных семей темной лесной пчелы на изолированных пасеках Красноярского края, куда не завозились новые пчелиные семья в течение длительного времени, более 60 лет. С целью оценки роли природно-климатических факторов в распространении назема цираны на территории Сибири мы исследовали распространение двух видов наземы в различных экологических регионах Сибири Южная тайга, Субтайга, Лесостепь и Горно-Таежные леса в течение 2012-2017 годов. На пасеках всех экологических регионов преобладал вариант коинфазии, но вытеснение паразита назема Апис более патогенным возбудителем назема цирана пока не наблюдается. Зона под тайги резко отличалась от других исследованных территорий, поэтому мы изучили многолетнюю динамику зараженности медоносных пчел на пасеках в этой зоне. Ни один из исследованных климатических факторов не был ассоциирован с распространением наземы. Возможно, распространение инфекций связано с увеличением продолжительности и теплообеспеченности периода активной жизнедеятельности биологических объектов с 2013 года до 2017. С целью поиска ДНК маркеров устойчивости к назематозу мы провели сравнительный анализ генетического разнообразия по комплексу микросателлидных локусов медоносных пчел Апис мелифера мелифера, отличающихся степенью инвазии спорами наземы. Исследовано три группы пчел. Пчелы, не зараженные спорами наземы, пчелы, слабо зараженные, и пчелы, сильно зараженные спорами наземы. Согласно распределению частот аллели между тремя выборками темных лесных пчел был выявлен ряд интересных локусов. Можно заключить, что аллели 177 локуса АЦ-117, аллель 263 локуса АП-243 и аллель 269 локуса СВ-185 обладают протективными свойствами, то есть снижают риск заражения пчел на зематоз. Например, для локуса АЦ-117 частота встречаемости особей, имеющих аллель 177, убывает в последовательности незараженные, слабо зараженные и сильно зараженные. Причем между крайними группами различные достигают уровня статистической значимости. Данное исследование является пилотным. Вместе с тем, как сами локусы, так и хромосомные регионы, где локализованы эти локусы, можно рассматривать как потенциально значимые для оценки риска заражения на зематозы. И в заключительной части доклада о наших достижениях в области практического пчеловодства и о работе по сохранению уникального подвидом медоносной пчели Апс-Милипер-Милипер. В настоящее время в Томской области создан пчелорепродуктор темно-лесной пчелы. Сформировано племенное ядро, включающее около 200 высокопродуктивных семей. Основными направлениями деятельности пчелорепродуктора являются постоянный мониторинг качества семей, создание высокопродуктивных, качественных сибирских линий темно-лесной пчелы, а также разработка диагностических ДНК-маркеров для проведения селекционной работы, в том числе развития системы адаптивной селекции темно-лесной пчелы. Важным условием для проведения селекционно-племенной работы по усовершенствованию выведения новых линий, экотипов, приспособленных к определенным условиям климата и медосборов, является экологогенетическая характеристика семей. В течение 2016-2020 годов пчелопакеты и матки, полученные в пчелорепродукторе Томской области, перемещались с нами в новые условия обитания на различные пасеки Сибири и Урала, включая северные районы Сибири. Далее нами проводилась оценка хозяйственно-полезных признаков, показателей зимостойкости и устойчивости к болезням, то есть проводилась оценка адаптационного потенциала этих семей. Показана успешная практика разведения темно-лесной пчелы, показана высокая жизнеспособность семей как в южных, так и в северных районах России. К факторам, значительно влияющим на жизнеспособность и продуктивность семей, следует отнести не только и не столько природно-климатические условия, сколько методы пчеловождения. Вместе с тем, при наличии высококачественного исходного материала темно-лесной пчелы и постоянного контроля чистопородности племенных семей и маток, корректировки методов пчеловождения, возможно содержание разведения семей с высокими биологическими, хозяйственно-ценными показателями в различных природно-климатических условиях, включая северные регионы России. В дальнейшем мы планируем продолжать исследование темно-лесной пчелы, включая характеристику структурно-функциональной организации генома, развитие маркера посредованной селекции и считаем, что в Томской области на базе Томского университета созданы оптимальные условия для развития пчелорепродуктора темно-лесной пчелы, а именно наличие селекционного материала, племенного ядра, материально-технической базы, научных достижений и высоко квалифицированных кадров. Благоприятным фактором создания пчелорепродуктора в Томской области также относится сравнительно низкая плотность населения области, большое количество удаленных мест для пасек разведенческого направления, значительное разнообразие тикорастущих медоносов и пыльциносов, а также отсутствие пестицидов и гербицидов на значительной части региона из-за слабого использования территорий для сельско-козяйственных целей, особенно в северных районах. А это позволит получать продукты пчеловодства органического происхождения. В заключение я хочу поблагодарить организаторов конференции СИКАМ за приглашение выступить с докладом и познакомить всех заинтересованных коллег с нашими исследованиями. Мы прекрасно понимаем, что только совместными усилиями исследователей, пчеловодов разных стран мы сможем противостоять вызовам, которые стоят перед мировым пчеловодством. Совместными усилиями мы сможем сохранить и восстановить популяцию уникальной темной лесной пчелы. Благодарю за внимание.